Субтитры создавал DimaTorzok Я кланюсь всем искателям Истины. Мы должны знать с самого начала, что Истина – то, что она. Вы не можете изменить ее, вы не можете описать ее, вы не можете трансформировать ее. Все, что бы я ни рассказала вам сейчас, вы не должны принимать как должное. Больше всего нам грядит слепая вера. Поэтому важно, чтобы вы держали свой мозг открытым, как ученые. А затем, то, что я говорю вам, вам нужно к этому относиться как гипотеза. Если это доказано, то, как честные люди, вы должны принять это. Потому что это на благо вашей семьи. На благо вашего города, вашей страны и на благо всего мира. В этом моменте, когда мы встречаем проблемы по всему миру, все вокруг мира, важно понять, почему мы имеем проблемы. сейчас, в этот переломный момент, когда мы видим, что существуют проблемы по всему миру, мы должны понять, откуда эти проблемы. Эти проблемы существуют из-за того, что мы не знаем абсолютной истины. мы не знаем о своей физической, эмоциональной и умственной сути. И так же говорится, что если вы не знаете себя, вы не можете познать Бога или Божественности. Мы говорили, что это моя рука, это моя головка, моя. Но кто такое это мое? Так что, в чем состоит истина? Что вы не этой тела, вы не этой мое, вы не эти эмоции, вы не эти эмоции, вы не эти эмоции, вы не эти эмоции. вы не эти эмоции, вы не эти условности. Но вы есть чистый Дух. Например, если я родилась в христианской семье, или мусульманской семье, или в хинду-семье, или в мусульманской семье, я именем эти условности. Без понимания того, что хорошего это дало миру или мне самому. И так мы начинаем жить в подвешенном состоянии. Итак, вторая истина – что есть Всепроникающая Сила Божественной Берди, которая делает всю живую работу. Вы видите здесь такие замечательные цветы. Это чудо. Мы никогда не знаем, как из одного семени выходит этот прекрасный цветок. Мы принимаем это все как должное. Если вы спросите врача, кто управляет вашим сердцем, он будет сказать, что это автономная нервная система. Но кто этот автор, кто заботится о нас? Это то, что нужно понять, что существует высшая сила, которая вне нас, выше нас, которая делает все эти вещи. Я нахожу, что русские люди и украинцы очень под большим впечатлением американцев. Я просто не понимаю. Я этого не понимаю. Потому что, по сравнению с вами, американцы – просто глупые люди. У них нет мудрости. По сравнению с вами, они не понимают жизнь. Для них каждый момент следует проводить наслаждение. И любое наслаждение, которое они открывают, ведет к саморазрушению. Это разрушает их тело с помощью ужасных болезней. и шизофренией. Это разрушает их мозг развращением и шизофренией. Это разрушает всю общественность, семьи, все, из-за их идей, которые требуют наслаждения. Вы, люди, которые живут здесь, думаете, что их страна возможно вымощена золотом. Это такая воинственная страна, где каждая личность является мафия. Когда я в Америку, я сняла все свои украшения, которые я должна была носить, потому что это Мои фамильные украшения. Их музыка просто безумная. У нас был один человек, который был очень сумасшедшим, когда он пел. Это не музыка. Это был просто кричащий шум. И затем он все снимал с себя и разбрасывал вокруг. В себе пение было ужасающе. И он называл свою группу нирвана, что означает «окончательное духовное освобождение». И активно, что он использовал пить, пить, принимать наркотики, активно принимал наркотики, самоубийство. Я думаю, что это важно, чтобы вы увидели некоторых из них и поняли, что это за страна. Поэтому Бог дал вам эту мудрость. Потому что вы были древними людьми. Потому что вы были древними людьми. Знаете ли вы о своей древней истории? Я была столь удивлена, когда прочла о них. Вы имеете отличное отношение с Ингей. Вы имеете тесные связи с Ингей. Они говорят, что имя Украины возникло от короля имя которого Куру. Он был предком Пандавов и Кауравов в Индии. Также сказали, что Шри Рама пришел сюда и создал этот город Киев. Прежде чем крестская религия пришла сюда, были такие красивые фейты в этой Кундалинике. Вы не знаете, Кундалини. Вы не знаете, Куру. Вы не знаете, Куру. Вы не знаете, Куру. В этом, как я изучала, в художественных пляжах и музеях, в которых это абсолютно показано. Кундалини там, видите. Кундалини. Они показали премородионную Матру. И Кундалини также показали в книгах. Кундалини. И нижнюю чакру, которая называется Муладара, и ее форма напоминает свастику. Это все было в этих древних рисунках. Все эти чакры, все это было там. И вы не знаете, каковы же были ваши предки. Они были очень духовными. Эта духовность дала вам такую плодородную почву. Я удивляюсь, как в этом стране духовность в то время в этом времени. Теперь я знаю, почему вы люди и Россия так чувствительны к духовности. Это в вашей крови. Вы тут ничего не можете поделать. Вы никогда не могли быть удовлетворены чем-то искусственным. Хотя, возможно, на какое-то время американцы и произвели было впечатление. Но вы поняли бы их любовь. И вы бы вернулись к вашей оригинальной культуре. И я удивляюсь, как эти люди в тех дни называли себя арийцами. И также они пришли в Индию. И так много из Индии пришли сюда. Для обычного индия целью жизни является получение самореализации. И также Христос сказал, что «Познай Себя». И также Бхаммад Сава сказал, «Тот, кто не знает Себя, также не является завершенным человеком». и вы не можете знать о Божественной культуре. И вы не можете знать о Божественной культуре. в этом стране люди знали цель их жизни. Не пьянство, не другие грязные вещи, которыми они занимаются в Америке. только лживые люди могут получить впечатление из-за этого. Они только понимают деньги. Как может быть духовный человек ориентирован на деньги? Те, которые ориентированы на деньги, не могут и близко подойти к Богу. Но, как благословение Божественной, все возможные блага приходят и процветания. Вы не должны бегать за этим процветанием, но процветание следует за вас. Так что внутри вас, кто-то уже сказал, так что внутри вас уже это великое инструмент помещено в нашим Создателем. Все вы имеете это в себе. Это ваша собственная Мать. Каждый имеет свою личную Мать. Это как записывание вашего прошлого и ваших желаний. Она знает все о вас. И она хочет дать вам второе рождение. Это все ваше собственное. Сейчас мы стали людьми в эволюционном процессе, что является живым процессом. А сейчас должен быть еще один прорыв, таким образом, таким образом, как примула поднимается в семени, и пройтись через вашей родничковой костей, и становится единой с этой всепроникающей силой Божественной любви. Таким образом, как этот инструмент, если он не подсоединен к сети, не имеет значения, мы не имеем значения. никакого значения. У нас нет личности. Мы продолжаем оттуда, в другое место. Когда это происходит, вы соединяетесь с этой всепроникающей силой, и она начинает теть через ваши ладони. Так что вы можете чувствовать абсолютную истину на кончиках ваших пальцах. потому что вы знаете, какая чакра находится в беде. Так же вы знаете и о других. Потому что вы становитесь соединенными с этой всепроникающей силой. Вы развиваете новое измерение, которое называется коллективным осознанием. с этой новой осознанием вы можете знать центры других людей. Все ваши проблемы существуют, потому что ваши центры находятся в геопатике. через эту освобождение кундалини были тысячи и тысячи излечения неизлечимых болезней. Если вы помните, первое время, когда я сюда пришла, было так много людей, болезненные от болезней. и с кундалиними, они получили свое излечение. Все их проблемы решили. Никто из них не умер. Они должны быть некоторые из них сидят здесь. Это минимум. Есть четыре доктора в Индии, которые получили степень доктора медицинских наук в Индии, после Хаджа-йоги. В России, наверное, около 200 докторов, которые следуют Хаджа-йоги. И лечить людей без денег. Поэтому деньги не так важны. Второе, что происходит с вами, это то, что вы становитесь абсолютно миролюбивыми. Как наши мысли – «вына и падают, падают, падают и падают». И они приходят к нам из нашего прошлого и из будущего. Наши мысли идут как волны. Они то поднимаются, то опускаются, и они приходят к нам или из прошлого, или из будущего. И наш разум прыгает по верхушкам этих мыслей. Если я вам скажу сейчас, «Будьте в настоящем, вы не сможете». Но когда эта кундалини поднимается, она отделяет мысль одну от другой, и таким образом это пространство расширяется. И вы становитесь безмысленно осознательны. Вы осознаете, но вы безмысленно осознательны. Это – это настоящий. Таким образом, ваша память становится просто фотогенична. Например, этот ковер, который вы видите, не покупали, но он очень красивый. Обычно я думал, как много нужно заплатить за него, как много нужно заплатить за него. Если это мой также, я думаю, что он не должен испортить. Но когда я вижу неудачную осознанность, вся радость, которая в него присутствует, начинает плачивать на меня как разогревательное. этот ковер начинает течь на меня, как успокаивающий поток. В настоящем, если вы хотите, вы можете думать, а если вы не хотите, вы не думайте. Вы становитесь абсолютно миролюбивыми. И вы начинаете излучать этот мир к другим. Куда бы вы ни пошли, вы можете создавать этот мир. Не присуждая премии мира. Напротив, я видела, что эти люди очень раздражительны. Они имеют премии мира, но вы просто не можете говорить с ними, они прыгают на вас. Поэтому нужно понять, что внутри нас есть место для мира, который не только делает вас миролюбивыми, но и делает других тоже миролюбивыми. Третье, что происходит к вам, это внимание ваше становится просветленным. Третье, что происходит с вами, это внимание ваше становится просветленным. Христос сказал, «У вас не должно быть прелюбодействующих глаз». Но ваша внимание становится моральным, становится. Ваше внимание становится моральным, нравственным. Становится. Я не должна больше говорить, «Не делайте этого, не делайте того». Только лишь в свете Духа вы сами становитесь абсолютно моральными. Мы можем сказать, подобными ангелами. Поэтому это внутри вас, и оно работает. Я видела, что некоторые преступники становятся ангелами, потому что их генетические данные также меняются. Это так фантастично. Но вы фантастичны, вы благословны. Единственное, что вам нужно получить эту связь. Это всепроникающая сила Божественной любви, океан любви и сострадания. Это океан знаний. Все реальное знание, вы знаете, не из книг, не из словами, но из реального знания. Это океан столь многих чудес, и столь многих благословений. Но, сверх всего, это океан прощения. Что бы вы плохого не совершили, какую бы ошибку вы не совершили, все это прощается этой Божественной силой любви. Правда – это любовь, любовь – это peace, и все из них – это один. Вы становитесь мастерами. Вы не доминируете над другими, вы не мучаете других, но вы любите. И эта любовь без всякой жадности или похоти. Кроме того, этот океан любви является океаном радости. Вы становитесь радостью. Вы становитесь радостью. Радость – это не похоже на счастье или несчастье. Оно единое. Вы наслаждаетесь собой. Вы наслаждаетесь собой. Вы наслаждаетесь всем. Вы наслаждаетесь всем. Это такая замечательная вещь, которая будет происходить. Мы можем сказать сейчас, что сейчас есть глобальная трансформация. Так, чтобы не было никаких сортов, никаких аргументов, никаких обсуждений. Потому что все будут знать одну и ту же истину. Никаких фиксированных идей. Это просто реальность. Я была так впечатлена от ваших предков, которые так много сделали для развития духовности. И я уверена, что вы все имеете особое право быть единами с этой Божественной Духовностью. Это как, как вы помещаете семер в Матерь, и оно прорастает само по себе. И ваши предки верили в то, что эта первозданная Мать создала Матерь, как первозданная Матерь. Она это сделала. Представьте себе, они имели изображение Кундалини. Сколько людей в мире знали об Кундалини, из-за исключения индийцев? Но, к удивлению, колумбийцы, и древние колумбийцы, так же знали о Кундалини. Это была их вера. Они должны быть видели ее, они должны быть чувствовали ее. Поэтому вы имеете такие благословения от ваших предков. Я знаю, что все это получится. Все вы получите свою самореализацию сегодня вечером. Единственное, вы должны верить в себя. Вы не должны испытывать вину ни по какому поводу. Вы не должны признаваться ни в каких грехах. Вы не должны менять ни в каких грехах. Вы не должны менять ни в свое платье, ни в своей прическе. Ничего подобного. Это не что-то внешнее, это находится внутри. Но вы должны иметь полную уверенность в самих себя. Вы должны знать, что вы получите это. И то, что вы должны простить себя. Если вы совершили какие-то ошибки, то закончите. Что за пользу чувствовать вину? Второе, что вы должны простить всех от всего вашего сердца. Вы должны знать, как Мать-Земля имеет силу проращивать, так и семя имеет силу проращивать, так и ваше кундалини имеют силу подниматься. Но вы должны заботиться о вашей самореализации. У нас есть очень хорошие сахадзи-йоги здесь, которые могут guide you, как медитировать только за 10 минут в вечере. У нас есть очень хорошие сахадзи-йоги, которые могут рассказать вам, как следует правильно медитировать. Для этого необходимо только лишь 10 минут, утром и вечером. Но вы не должны бросить это в середине. Но вы не должны бросить это в середине. Это как притча Христа, что некоторые семена, которые бросали в плодородную землю, прорастали, а некоторые попадали на камень. Если вы уважаетесь самих себя, то тогда это знание о самих себе должно расти. Это бесплатно. Вы не можете заплатить за Божественную любовь. Многие люди не могут этого понять. Сколько мы платили этой Матери Земле за эти цветы? Потому что это ваше собственное право получить вашу самореализацию. Поэтому время настало, мы должны получить опыт самореализации. И мы должны чувствовать весь всепроникающую силу. Поэтому я бы просила всех вас, прежде всего, иметь уверенность в самих себя. А я бы попросила всех вас, прежде всего, иметь уверенность в самих себя. Затем простить самих себя и простить других. Теперь вы можете сказать, потом, пожалуйста, не сейчас, вы можете сказать, что это трудно прощать. Но просто подумайте логически, если вы прощаете или не прощаете, что вы делаете. Поэтому вы не делаете ничего, но вы мучаете себя вовсе ни за что. Всю свою жизнь вы мучаете себя подобным образом. Но в этот момент это очень важно, что есть центр, что мы называем оптическом мозга, где находится центр, который мы называем перекрестком зрительных нервов, который находится в том месте, где показала Шрима Таджи. И этот центр, как показывает, закрыт. он не откроется до тех пор, пока вы не простите всех. Так, чтобы Кундали не смогла подняться в бирже. Теперь, когда вы не простите, если вы не прощаете, если вы не прощаете, а испытываете вину, этот центр на левой стороне очень сильно блокируется. В основном, вы также можете создать болезнь, называемую ангину сердца. Также спондилезы и летаргические органы. Поэтому, пожалуйста, простите себя. И в этот момент это очень важно, что этот центр должен открыться, и этот центр должен открыться, чтобы Кундали не смогла подняться. вы выходите за пределы разума, в реальность. Когда мы имеем силу нашего разума, мы движемся просто линейно. И это возвращается к нам, потому что в этом нет истины. и вредит вам, и может вредить обществу. Как Фрейд. У него были какие-то странные идеи, он полностью нанесли Американам. Как Гитлер. Как Гитлер. Так многие. Но если это свет Духа, он движется под все стороны. тонкие вещи. Он проникает все тонкие вещи. И никогда не возвращается. Так что вы должны развить ваше духовное сознание. Когда я пришел, я знаю, что тысячи и тысячи. ходят на Моей программы. Но когда я уезжаю, это не значит, что мы должны не уезжать. что тысячи и тысячи ходят на Моей программы. Но когда я уезжаю, и вы прекращаете заниматься, то это тогда бессмысленно. Поэтому, когда я приезжаю, я наблюдаю, что какое-то периодическое понимание существует. но это живой процесс. Вы должны заботиться об этом. И вы должны расти в этом. Как только вы достигаете второго состояния, которое мы называем осознание без сомнения, вы будете осознавать, сколько вы велики, какие силы у вас есть. Я видела людей становятся великими художниками, великими художниками, великими художниками, великими художниками через Сахаджа-йогу. Даже дети становятся очень-очень умными, влажными, влажными, и влажными, и моральными. Всего ночью я вижу людей от рака, алкоголя, все эти разрушающие вещи. Сейчас у меня 73 года в возрасте, и я путешествую каждый третий день. И я не чувствую усталости, потому что человеческая энергия ограничена. Но если вы получите эту Божественную энергию, то как это значит? Поэтому, чтобы это потекло в вас, вы должны расти. Это Мое требование как Матери. Так что это не будет около 5-10 минут, чтобы вы чувствуете свою реализацию через этот вскрытие силы. Я бы попросила вас не беспокоить друг друга в это время. Если вы хотите, вы можете уйти до того, как мы начнем. так, чтобы спокойствие людей не нарушалось. Единственное, я не могу силой вам навязать это, потому что я уважаю вашу свободу. И в вашей свободе вы должны попросить об этом. у вас должно быть чистое желание обладать этим. Потому что эта кундалини есть сила чистого желания. Поэтому я подожду в течение одной минуты, если кто-то хочет уйти, то он сможет это сделать. кто-то не сможет заходить. Все это хорошо. Все это хорошо. Все это хорошо. Я просто понимаю это. Прежде всего я попробую очень короткий метод, в России. Он работал в России. Хорошо, пожалуйста, направьте обе руки по направлению к Шрима-Таджи. Не закрывайте глаза. Теперь, пожалуйста, направьте левую руку к Шрима-Таджи, как Шрима-Таджи показывает. А теперь наклоните голову. А теперь посмотрите сами с помощью вашей правой руки, исходит ли прохладный или горячий ветерок из области вашей родничковой гости. Теперь правую руку направьте к Шрима-Таджи. Опять же наклоните голову к Шриму-Таджи. И пожалуйста, посмотрите с левой рукой, если чувствуете ли вы прохладный или горячий ветерок, исходящий из области вашей родничковой кости. Если он горячий, то это значит, что вы не простили себя и вы не простили других. Теперь, пожалуйста, левую руку направьте. Все из вас должны это делать. Теперь, пожалуйста, левую руку направьте. Теперь, опять наклоните вашу голову вперед. и положите правую руку и посмотрите, если есть холодный или холодный бак из вашей собственной кости. Иногда это придет близко к голове, иногда это выше. Но не прикасайте голову. Выше поднимайте руку, это должно быть выше головы. Теперь, пожалуйста, обе Ваши руки поднимите и направьте их по направлению к Шрим Атаджи. И смотрите на Шрим Атаджи без мыслей. Теперь направьте обе Ваши руки по направлению к небу, так как показывает Шрим Атаджи. И задайте любой из вопросов в Вашем сердце. Поднимите Вашу голову вверх и спросите, Мать, это прохладный ветерок Святого Духа? Просите три раза в Вашем сердце. Если же Вы можете задать вопрос, Мать, это всепроникающая сила Божественной любви? Опять-таки три раза. Опять-таки три раза. Или, если Вы можете задать Мать, это парамчайтани. Опять-таки три раза в Вашем сердце. Теперь, пожалуйста, опустите Ваши руки вниз. Теперь, пожалуйста, опустите Ваши руки вниз. Все те, кто чувствует полный ветерок или холодный ветерок на Ваши пальцы или на Ваши руках или в Ваши руках или в Ваши руках должны поднимать Ваши руки. Теперь, все те, кто почувствовали прохладный или горячий ветерок из кончиков Ваших пальцев в ладони или области родничковой кости, поднимите, пожалуйста, обе руки вверх. Ах, посмотрите. Почему? Да благословит Вас всех Бог. Посмотрите. Многие из Вас первый раз почувствовали этот ветерок. Я вам говорила, что это страна великой духовной людей. Это доказательство. Все из вас почувствовали это. Но я опять рекомендую вас, что, пожалуйста, продолжайте растение, чтобы вы продолжали расти в своей духовности до следующего года, когда я опять приеду к Вам. это клуба. Такое место. Еще пример. Вы можете видеть это, как итальянские люди прочитывают так хорошо хиндий, барати-звы, Украинцы так прекрасно поют песни на хиндии, на санскрите, на маратхи. Если вы не видели их, вы думаете, что индийцы поют. Это очень сложно. Но как они справляются с этим, я не представляю. Так что пусть они споют еще одну песню, я бы с удовольствием помочь. Это еще одна песня. Джогова, вы пишете Джогова? А, это песня, написанная в шестнадцатом столетии святым Бенди. В Махараштире, в Моем штате, на языке маратхи. Он говорит, о, мать, дай мне эту йогу, эту йогу, эту йогу. Он поет, о, мать, дай мне, пожалуйста, эту йогу, этот союз с Божественностью. И потом он говорит, что я отражу все, что плохое, все, что плохое, я делаю все, но дай мне эту йогу. И все люди в деревне поют эту песню, но они не знают, что это. Это все наоборот, я бы сказал. Вам не нужно отказываться ни от чего. Вам не нужно идти в Гималайю. Сидя здесь, вы можете получить вашу йогу, ваш союз с Божественностью. В Махараштире, вы можете получить вашу йогу, эту йогу. В Махараштире, вы можете получить вашу йогу, эту йогу, эту йогу. Гогу, эту йогу. Вы можете получить вашу йогу, эту йогу. Потерянку на вареньке. Якразка в commands и вы будете получить вашу йогу. Терянка на вареньке. Вы можете получить вашу йогу, эту йогу. Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»